И к другим темам. Введены в эксплуатацию два блока Дижанского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. На реконструкцию и строительство филиала из госбюджета были выделены значительные денежные средства. В свою очередь современное оборудование повысит качество и эффективность оказываемых медицинских услуг населению. Здоровье это самая большая ценность, которая требует постоянного внимания, заботы и укрепления. В стране проходит объемная работа по поддержке и восстановлению сферы здравоохранения во время и после пандемии. Об этом свидетельствуют цифры. К примеру, в 2017 году в систему здравоохранения из госбюджета было направлено чуть более 7 триллионов сумм. В 2020 году порядка 15 триллионов сумм. В последующий год финансирование в сферу будет только увеличиваться. Это необходимо для обновления инфраструктуры, материально-технического обеспечения, медицинских организаций регионов, кадрового обеспечения и многого другого. Только в Андижане, согласно плану программы реконструкции медицинских центров, на текущий год было открыто два блока на 95 мест. В нем заработали сразу несколько отделений. Детская хирургия, нейротравматология, гинекология и кардиология. Кроме того, 8 миллиардов 600 миллионов сумм будет направлено на строительство новой приемной, которая будет соединять операционные и реанимационные блоки. Достроен и зал ожидания для ухаживающих за пациентами. На это было выделено порядка полутора миллионов сумм. Несомненно, для нас, для работников медицинской сферы это большое радостное событие. Здесь созданы все условия не только для работников, но и в первую очередь для пациентов. Медицинское учреждение оснащено современной диагностикой. Все условия созданы и в реанимации. Одним словом, все удобства для наших пациентов. Благодаря тому, что президент уделяет особое внимание развитию медицины в стране, в городах появляются вот такие современные здания с новейшим оборудованием. Постройки 1972 года. В последний раз они ремонтировались в 1999 году. В 2018 и 2019 годах на капитальную реконструкцию было выделено чуть более 4 миллиардов суммов. Они были направлены на восстановление первого, второго и третьего хирургического отделения на 60 мест. Теперь в этом здании современная система вентиляции и сразу несколько видов лифта. Раньше приемная была расположена отдельно друг от друга. Сейчас их две и они объединенные. Появилось реанимационное отделение и операционные блоки. Это огромная радость. Мы готовы еще больше трудиться во благо наших пациентов. К слову, для наших пациентов здесь предоставлены медицинские препараты. Вслед за этим построили приемную отделение интенсивной терапии и комплекс хирургического отделения. Всего на реконструкцию и строительство филиала из республиканского бюджета выделено 26 миллиардов 390 миллионов суммов. Созданные и создаваемые условия позволят проще принимать пациентов и оказывать им своевременную медицинскую помощь.